Уважаемые зрители телеканала Итон ТВ, теперь на нашем сайте, адрес которого вы видите сейчас на экране, вы сможете регулярно читать статьи из ведущих российских, израильских и европейских изданий, а также авторские материалы наших аналитиков. Заходите регулярно на наш сайт, смотрите, читайте. Здравствуйте, на канале Итон ТВ программа «Разбор полетов». Сегодня я веду, я Михаил Горин, со мной в студии политолог Александр Цинкер, здравствуйте, и журналист Павел Маргулян. Здравствуйте. Какую цену придется заплатить Израилю за возможный пока еще гипотетический так называемый план Трампа по ближневосточному урегулированию? Этот вопрос задают себе израильтяне, пытаясь догадаться, что же имел в виду Дональд Трамп, когда об этом говорил. Ну попробуем догадаться и мы. Но чтобы пояснить, что именно произнес Дональд Трамп, дело в том, что 21 августа он выступал на митинге в Чарлстоне, это западная Вирджиния, если это имеет какое-то значение. Так вот, там выступая и касаясь ближневосточного региона, президент Штар заявил, что Израиль, буквальная цитата, заплатит высокую цену за перенос американского посольства в Иерусалим в рамках предстоящего ближневосточного урегулирования, и что апалестинцы, опять-таки цитата, получат что-то очень хорошее в обмен на возможный встречный шаг. Вот давайте попробуем догадаться, что же имел в виду Дональд Трамп, когда говорил, что Израилю придется заплатить вот эту самую высокую цену. О какой цене, на ваш взгляд, идет речь? Павел Маргулян. Собственно говоря, я могу ответить, цитируя самого Трампа, Израиль заплатит какую-то непонятную высокую цену, а палестинцы получат непонятно что-то хорошее в результате речей Трампа. После этого нам стало все понятно. После Трампа мне тоже, я думаю, что стало все понятно. Я считаю, что президент Соединенных Штатов сам не особо представляет вообще о чем речь, о какой цене и так далее. Я помню, что разговоры о плане века, так его называют, который Дональд Трамп должен положить на стол, так сказать, здесь на Ближнем Востоке, идут с января этого года, то есть, сегодня уже восьмой месяц заканчивается, да, то есть, и восемь месяцев разговоров о плане, а плана вместе с Германом так и нет до сих пор. Я, и еще две вещи, которые я хотел бы сказать. По-моему, Дональду Трампу сейчас вообще не до Ближнего Востока, у него есть свои проблемы. И еще одна вещь, знает ли об этом палестинцы, что они получат, потому что Абу Мазан вообще последние месяцы начисто отрицает вообще возможность каких-либо контактов с Трампом, называя его тем, что обвиняем в том, что он занял одну сторону, поэтому... Да, он рассказался встретиться с американскими посланниками. Поэтому название города, в котором Трамп произнес эту речь, Чарльстон, в этом плане символично, мне кажется. Это вот какой-то танец непонятный, с фертелями. Хорошо. Насколько для танца одного человека маловато, поэтому при всем величии Трампа, один Трамп, это, в общем-то, не то, я думаю, можно не заморачиваться с этим поиском, чем же мы будем платить, потому что в ближайшее время, даже если какая-то программа будет опубликована, а, кстати, на последних встречах с представителями стран Залива, арабских стран, ему, Трампу, было предложено отложить представление этой программы в связи с тем, что сейчас не самое хорошее время для представления. И тут я согласен, потому что ни о каких-то оговорах лучше эта программа будет, хуже это будет программа с палестинцами, сегодня вести переговоры невозможно. Сейчас больше говорят в прессе, если вы читали последние дни, кто же придет на смену Абу Мазану. Потому что, опять же, я как-то говорил об этом, он один раз сказал, причем 2-3 года назад, он говорит, я очень пожилой и не совсем здоровый человек, зачем мне входить в историю тем, что я предал какие-то принципы палестинского движения, поскольку если я заключу договор, мне надо будет где-то пойти на компромисс, от чего-то отказаться, или от возврата беженцев, или территории и так далее, и так далее. Зачем мне это надо? То есть, он практически тогда уже сказал, я никакой мирный договор подписывать не буду. То есть, в принципе, было понятно. Поэтому пока он у власти, да, он слабый, там уже думают, как поделить, на какие княжества, на какие там регионы. И сегодня об этом говорить рано. Поэтому платить только за то, что консульство в Иерусалиме американское назвали посольством, я думаю, за это небольшая цена должна быть. Поэтому я согласен с Пашей, что, я думаю, Трамп сказал то, что он хотел сказать, мы услышали. Но, я думаю, дальше после этого ничего не пойдет, и он будет заниматься своими делами, у него есть чем заниматься. А Ближний Восток будет, как говорится, как жил, он будет жить дальше. Кстати, еще очень интересно, в последнее время такая мысль забрасывается обратно, причем палестинцами некоторыми, что вот эта идея «два государства, два народа», вполне возможно, это не самый лучший проект. Может быть, сделать действительно одно государство, двудонациональное, как его назвать, я не знаю, это они предлагают. И это давно мы об этом не слышали, и вдруг оно вот последние 2-3 недели опять начало в арабском мире, и причем и израильском, и палестинском, ну, по крайней мере, где-то слышится. Тоже интересно. Павел, Дональд Трамп за время своего пребывания на посту президента США не раз ставил в тупик как своих партнеров, так и своих недругов, и менял часто решения, но он не отличался, вернее, подтверждал свою репутацию человека, который идет, в общем-то, в своих намерениях до упора. Во всяком случае, создается такое впечатление. Поэтому многие комментаторы считают, что план все-таки существует, он существует в каких-то наметках, которые сказал своим советникам Трамп, и над которыми эти советники работают. Потому что, посмотрите, за последнее время, сколько к нам приезжало представителей президента, сейчас находился последние дни Болтон и так далее. Поэтому все-таки говорить просто, что никакого плана не существует, может быть, все-таки опрометчиво. Никто так не говорит. А если он существует, значит, существуют какие-то параметры уступок обеих сторон, которые должны согласиться на что-то ради чего-то. Можно так предположить. Всегда основными тремя проблемами в наших взаимоотношениях и будущих договоренных с палестинцами считалась проблема Иерусалима, проблема беженцев и проблема Иудеи и Самарии. Сейчас, по словам того же Трампа, который он говорил, проблема Иерусалима как бы выведена за скобки, после того, что туда перенесено посольство, и Иерусалим как бы американцы официально признали. Поэтому комментируется вопросом, из двух оставшихся титов, беженцы, Иудеи и Самарии, чем же придется пожертвовать Израилю? — Смотрите, этот вопрос настолько запутанный клубок. Вы их обозначили, что вы сказали сейчас, что проблема Иерусалима вынесена за скобки. Я хочу напомнить, что в своей речи... — По мнению американцев. — В своей речи об переносе посольства Трамп сказал, что вопрос Иерусалима будет решаться в переговорах. То есть, он не вынесен за скобки, я не вижу, что он вынесен за скобки полностью. Это раз. Во-вторых, допустим, что Израилю, как сказал сейчас Трамп, придется заплатить высокую цену. Я не верю, учитывая то, насколько близкие отношения между премьер-министром Израиля и президентом США, что Трамп, грубо говоря, подложит подлянку Натаньягу и выдвинет план, который Натаньягу не ожидает, не знает его подробностей, и он будет для него сюрпризом, и он на него не согласится. Я не вижу в себе такой ситуации. Это одно. Второе, то, что я сказал, вопрос о том, как отнесутся к этому плану палестинцы, когда они не хотят вообще с американцами разговаривать. Третье, есть еще одна проблема, о которой мы все время говорим. А с кем сейчас будут договариваться американцы и Израиль? С обумазанным? А что будет с сектором газа? Они до сих пор не могут объединиться. Там запутанный клубок, на самом деле. И вот я даже конца ниточки, выходящего из этого клубка, чтобы начать его распутывать, не вижу вообще. Кстати, я хочу по поводу второго кита сказать, по поводу возвращения беженцев на территорию Израиля. Они лет 15 назад, по-моему, это было, когда сидели депутаты Кнессета и депутаты от палестинской автономии, так называемой. Мы по приглашению Евросоюза сделали такую встречу, обменяться мнениями. Так вот, по поводу возврата беженцев, я даже был удивлен, есть консенсус среди всех депутатов, причем там были правые, центристы, если так можно сказать, и левые. Все один к одному сказали, этот вопрос вообще, в принципе, не обсуждается. Если там, тем более, создается какое-то арабско-палестинское государство, вот, мол, типа, туда и возвращаются, а на территорию Израиля беженцы возвращаться не будут, и действительно это как бы очень сложно будет, тот консенсус, который есть не только у народа, но и представителей в парламенте взять, поломать. Поэтому этот скид тоже как-то, по-моему, отходит в сторону. Ну, хорошо, тогда будем считать, что Израиль может спать спокойно, ни за что, ничего ему платить не придется. Ну, если это называется спать спокойно, так я-то считаю, что мы что-то должны делать, чтобы какой-то процесс здесь пошел, а не основываться на статус-кво, который у нас заканчивается. Павел, вы сами сказали, что какой процесс может идти, если нет другой стороны. Нет, это констатация факта. Я не считаю, для меня лично, это не означает, что спать спокойно. Я считаю, что что-то надо делать. А что-то, а с кем делать? А бумазин, вот, Александр нам объяснил, как бы нерелевантная уже фигура, по сути дела. Чего с ним договораться? В Газе вообще тоже нет. Террористы, мы с ними не разговариваем. То есть, разговариваем, но тайком. Смотрите, значит, еще раз, я считаю, что мы должны что-то делать, несмотря на огромный клубок проблем, потому что Абумазан, если мы говорим об Абумазане, как мне кажется, несмотря на то, что он все время свое правление говорил, что он против террора, и это надо признать, и Служба безопасности, и Палестинской автономии, сотрудничали, и сотрудничают с нашими, и это признается нашими службами безопасности, но Абумазан, как мне кажется, готовит Израилю очень серьезную проблему, или бомбу, условно говоря, которая взорвется здесь после его смерти. Он не готовит наследника. И что начнется в Иудее и Самарии после его смерти, никто не может предположить. Я боюсь, что ничего хорошего там не начнется для нас в первую очередь. Ну да, потому что там вариантов много. Единственный, самый лучший для нас вариант, если там несколько князьков, будем говорить так, поделят Иудею и Самарию на области правления, и тогда можно будет с ними как-то работать. Потому что, если начнется борьба за власть, и каждый будет стараться показать, что он более активный, более действенный вождь, и как они всегда это показывают, терактами против нашего государства. Вот это мало не покажется. Еще один вариант. Хамас может прийти к власти и там тоже. Так что это отдельная тема для разговора. Но вот Паша сказал, что он не поддерживал террор. Может быть, он террор обуматься не поддерживал, но террористов он поддерживает. По крайней мере, особенно семьи террористов, которые террористы были в тюрьме или погибали, администрация выплачивает зарплату, пенсии, стипенки. Туда помощь, дома и так далее. Так что это бабушка на двое сказала, поддерживает он террор. Да, но мы так и не догадались о том, что имел в виду Дональд Трамп под высокой ценой, которую придется заплатить Израилю. И самое главное, за что это придется платить. Но и ясности не внес, и сам его советник по национальной безопасности Болтон, который находился здесь в Израиле, который на вопрос по поводу высказывания Трампа и просьбу разъяснить, о чем же идет речь, сказал, что заявление Трампа, по мнению Болтона, не означает изменений во взглядах американской администрации и вообще не означает то, что Израилю придется идти на какие-либо уступки, чем, будем считать, прояснил ситуацию. Болтон приехал ради Ирана, он им и занимался. А тут его настигло высказывание Трампа. Да какая-то мелочь по поводу мирного договора. Вот на этом, собственно говоря, все. Напомню, что со мной в студии были Александр Цинкер и Павел Маргулян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова